Пролетарии всех стран, соединяйтесь с именем Перуна. Приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала и неуважаемые зрители и слушатели нашего канала. Сегодня у нас Гераклит. Это некий такой античный Гегель. То есть Гегелевщина это античная Гераклитовщина. И наоборот. Хотя и сам Гераклит великий философ, и сам Гегель тоже великий человек и так далее. Но, знаете, имея те знания и возможности, которые имел Гегель, после всего, что он сделал в жизни, на месте Гегеля я бы, наверное, застрелился, учитывая все происходящее. Итак, Гераклит из Эфеса. Греческий философ, живший в конце 6 и начале 5 веков до христианской эры. Происходя из знатного рода, Гераклит в борьбе аристократии с побеждающей демократией, всецело поддерживал первую. В общефилософских взглядах и значительной мере испытал влияние натурфилософии, сменившей прежнее теологическое мировоззрение. Тео это божественное. Из сочинения Гераклита о природе сохранилось около 130 подлинных фрагментов. Письма Гераклита представляют собой позднейшую имитацию. Гераклит в древности был прозван темным. Тут тоже есть темнейший один. Вследствие трудностей его языка для понимания, называли его также плачущим за пессимистический тон отдельных его высказанных, противовес смеющемуся демокриту. Всеобщая постоянная изменчивость и текучесть отрицания пребывающего неподвиженного бытия, то есть динамизм. Таков первый характернейший признак Гераклитовой философии. В одну и ту же реку нельзя войти дважды и нельзя дважды застигнуть смертную природу в одном и том же состоянии. Однако образ реки, потока приобретает свой действительный смысл только в связи с учением об обмене, борьбе и тожестве противоположностей, о диалектике единого и многого, об относительности человеческих знаний и оценок, о скрытой гармонии, о тропах огня, в кавычках тропах, о космической необходимости и, наконец, о всеобщем вечно существующем логосе, диалектическом законе развития природы и общества. Динамизм Гераклита имеет не эволюционистический, но отчетливо выраженный диалектический характер. Если мы мысленно вглядимся в природу, в человеческую историю или нашу собственную духовную деятельность, то на первый взгляд представится картина бесконечного сплетения соединений и взаимодействий, в которых ничто не сохраняет свое первоначального характера, места и положения, но все движется, изменяется, возникает и исчезает. Вот типичный идеализм. Это первоначальное, наивное, но по существу правильное воззрение на мир, есть воззрение древнегреческой философии, впервые ясно выраженная Гераклитом. Все существует и в то же время не существует, ибо все течет, все находится в вечном изменении, возникновении и уничтожении. Это Фридрих Энгельс его описывает. Я должен ставить свои 10 копеек. Или 5 копеек. Кому как удобно. У нас существует состояние относительного покоя в мире движения, но тем не менее это есть покой. И состояние покоя пропускают многие, так сказать, в кавычках материалисты, не понимая сущности относительного покоя. И вот эта вот мантра, все движется, все меняется. Глупость. Капитализм 250 лет находится в состоянии, в сути своей покоя. Основные сущностные признаки капитализма, которые заключают в себе эксплуатацию человека человеком, товарно-денежные отношения, рыночные же отношения, да, рабочая сила является товаром. Присвоение прибыли малой группой лиц, так сказать, малыми коллективными субъектами, либо даже единичными коллективными субъектами. Они неизменны. 250 лет. И главная цель капиталистического способа производства 250 лет остается неизменной. Похищение свободного времени тружеников. Высасывание из этого похищенного времени. Прибыли. Все существующее по Гераклиту вечно переходит из одного состояния в другое. Ему противоположное. Всюду, во всем космосе. Гераклит видит обмен противоположностей. Холодное переходит в теплое, теплое в холодное, влажное в сухое, сухое во влажное. Вот тут снова типичный идеализм. Вот вам, камрады, вопрос. Существует ли тепло? Отвечу, да, существует. А существует ли холод? Нет, холода не существует. Холод это субъективное. Мысленное понимание человека. Так же, как и минус. Не существует минуса в природе. В природе есть что-то всегда теплое. Только это теплое бывает, ну, чрезмерно нетеплое, скажем так. Ну, это закон исключенного третьего. Нужно это все изучать. И вот Гераклитовщина, она на этом ловит. И Гегелевщина неразумных людей. И тем самым начинает водить их за нос. Прямое становится кривым. Верхнее нижним. Чистое грязным. Полезное вредным. Хорошее дурным. Живое мертвым. Бодрствующее. Шпящими. Молодое старым. Смерть земли есть жизнь огня. Смерть огня жизнь воздуха. Смерть воздуха жизнь воды. Смерть воды жизнь земли. Все обменивается на огонь. И огонь на все. Подобно тому, как золото на товары и товары на золото. Ох, они вот этим умеют, капиталюки, прикрываться. Вроде же все как бы правильно говорит. Притянуть да не за что. А вот ты можешь на вот эту вот мантру бесконечную переложить на капиталистические отношения. Всегда меньшинство эксплуатировало большинство. Всегда так будет. Верь, верь, поверь мне на слово. В общий поток изменения по Гераклиту увлекаются и человеческие души. Психеи, которые для него только переходные состояния единой космической жизни, психеи испаряются из влаги. Мы живем их смертью. Они живут нашей смертью. Определив поток бывания как смену противоположных состояний, Гераклит скрыл вместе с тем его внутреннюю противоречивость. Все происходит через борьбу. Борьба отец всего, царь всего. Одним она определила быть богатыми, другими людьми. Одних сделала рабами, других свободными. Все развитие природы и общества происходит благодаря столкновению противоположных стремлений. Бог велел. Ой, Бог терпел и вам велел. Это типичный переход и в средневековье во мышление, современного капиталистического мышления. То есть они этим идеализмом пользуются по полной программе. И темнейший великий Гераклитовец у нас есть тут один. Самый популярный блогер на всей Руси. Противоположности находятся в постоянной борьбе. Вместе с тем, переходя друг в друга, противоположности становятся торжественными. Одно и то же существует и не существует. В одни и те же воды мы входим и не входим. Существует и не существуем. Мы живем и одновременно умираем. В этом состоит наша жизнь. А также и смерть. Противоположности отождествляются как переходные состояния единого процесса. Движение и покой лишаются значения абстрактных противоположностей. Космический поток изменяет спокойствие в окружности начала и конец совпадает. Гераклитово торжество противоположностей, оно динамично, дано в движении, которое наряду с борьбой характеризуется и скрытой гармонией как противоположностью борьбы, а затем с тем ее результатом. Если все происходит через борьбу, то в то же время из расходящихся прекраснейшей гармонии, расходящиеся само собой согласуются, в этом состоит гераклитово возвращающаяся, так сказать, гармония. Диалектика единого и многого целиком осуществляется не в отдельных переходах, но во всей совокупности переходных состояний, во всем космосе как едином целом, объединяющем в себе все противоположности. Знание по гераклиту относительно. Неразумный муж перед божеством то же, что мелкий перед мужем. Однако признание относительности человеческого знания тнуть не приводит гераклита к отрицанию объективной истины. Реальная действительность существует и ее можно познать. Подобный же релятивизм, входящий в диалектику как ее часть, характеризует этические и эстетические взгляды гераклита. Добро и зло одно. Для людей было бы не лучше, если бы желаемое им и осуществлялось. Просто империчные явления только подкрепляют релятивизм гераклита. Морская вода чистейшая и грязнейшая. Рыбам она пригодна для питья и целительна. Людям же для питья непригодна и вредна. На фоне этического релятивизма гераклита отчетливо проступает идеология философа-аристократа. Лучших людей-аристократов он противополагает презренной толпе. Лучшие люди одно предпочитают всему, вечную славу переходящим вещам. Толпа же насыщается подобно скоту. Много дурных, мало хороших. Один человек для гераклита стоит 10 тысяч, если он наилучший. То есть аристократ. Повиновение более одного. Таков закон для толпы. Всякое возмущение следует гасить скорее, чем пожар. Победившую эфесскую демократию Гераклит осыпает проклятиями за изгнание его друга, аристократа Гермодора. В чем-то, конечно, тут Гераклит прав, что лучшее всегда лучшим. Только при капитализме у нас естественный отрицательный отбор. И наверху не лучшие, а лучшие среди худших. Вместе с тем, философия Гераклита в важнейших и основных своих отделах отнюдь не является реакционной идеологией. Противоречия переходного времени с 6-5 века до христианской эры нашли себе отражение в его мировоззрении. Ибо по своим общефилосомским взглядам он является прямым продолжателем ионийских натурфилософов, порожденных тем же социальным строем, непримиримым политическим антагонизмом, которого был эфесец. Более того, его диалектика для античной философии сыграла революционную роль, подобную для роли гегелевской диалектики для истории нового времени. Сама же эта Гераклитова диалектика выросла на основе его геловоизма, то есть примитивного материализма. Но это можно где-то подчеркнуть. Это вы можете почитать Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена почитать можно и ионийскую философию, чтобы более подробно углубиться. Мы здесь этого делать не будем. Для Фалеса, так как раз их пробежим, первая основа мира вода, для Анаксимандра Аперон, а для Анаксимена воздух, для Гераклита огонь. Из него все происходит, в него все возвращается. Этот космос один и тот же для всего существующего. Не создан никаким богом и никаким человеком. Но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем. Мерами вспыхивающими и мерами угасающими. Огонь Гераклит рассматривает в связи с изменениями живого существа, в связи с его переходным состоянием. Твердым, жидким, газообразным, которые понимаются эфестом, как тропы огня. Отвергнув божественное творение космоса, признав его вечно существующим и вечно изменяющим, Гераклит, естественно, пришел к детерминическому миропониманию. Все происходит по необходимости. Диалектический закон развития космоса Гераклит называет логосом. Он, кстати, вел этот термин. Хотя этот логос существует вечно, люди не понимают его ни прежде, чем услышат о нем, не услышав впервые. Всеобщий логос, который созидает сущее из противоположностей для своего познания, требует применения соответствующего метода. Природа любит скрываться. Мудрость состоит в том, чтобы говорить истинно и чтобы, прислушиваясь к природе, поступать с ней сообразно. Следует предпочитать то, что можно увидеть, услышать и изучить. Вместе с тем, эмпирические факты сами по себе недостаточны, если они изучают при помощи неправильного метода. Людьми, имеющими грубые психии. Правильные методы познания должен соответствовать логосу и предполагает вскрытие заложенных последним противоречий. Историческое значение философии Гераклита, оно громадно. Зарождавшаяся европейская наука впервые получила в ней отчетливую, глубоко продуманную, хотя и примитивную формулировку, диалектика материалистического мировоззрения. Для истории и философии наиболее характерны следующие истолкования Гераклитов. Первое – это эволюционистическое. Это Шлейх, Шлеер, Махер, Целлер, Виндельбанд, Ибервек, Дейсен, Шпенглер, Шустер, Макитце, Поль Жене. Центром всей философии Гераклит признается учение о потоке как об эволюционном развитии. Второе истолкование – физическое, представители которого особое значение придают Гераклитовая физика. Это Бернет и Зибек. Третье истолкование – это полиморфное, подчеркивающее многосторонность философии Гераклита. Это Теодор, Гомперц, Шефер, Карл Баб, Маковельский и Ипис. Четвертое истолкование – теологическое, связывающее Гераклита с теми или иными религиозными течениями. Это Гладиш, Слейдерер, Тейхенмюллер, Тенери, Трубецкой, Штёр и Макеорро. И, наконец, пятое истолкование – диалектическое, единственное, вскрывшее действительный смысл философии Гераклита. Развитие диалектического метода и новое время, естественно, возбудило особый интерес к Гераклиту. Диалектик-идеалист Гегель заявил даже, что нет ни одного утверждения Гераклита, которого бы он не принял свою логику. Это да, это вот... Написалки-палки. Вот Гегель – великий человек, ну такое написал, так мозг всем поломал. Что и Карл Маркс его стебали, и Ленин его стебали, потому что это какой-то просто троллинг высочайшего был уровня. Фассаль, извините, не Фассаль, а Лассаль поставил Гераклита, посвятил Гераклиту большую двухтомную монографию, правильно выявив диалектический характер мировоззрения Гераклита. Лассаль в то же время ошибочно истолковывает его взгляд в духе гегельского объективного реидеализма. В новейшее время удачное диалектическое истолкнование Гераклита дано в работах итальянского исследователя Лозако. В марксистской литературе ссылки на Гераклита весьма нередки. Маркс и Энгельс указывали на диалектический смысл философии Гераклита. Ленин, примыкая к Марксу, отметил излишнюю растянутость лассалевской монографии, в то же время высказывал положение о переводе ее на русский язык в сокращенном виде. Лениным же указано значение раздвоения единого для философии Гераклита. Плеканов неоднократно ссылается на первого диалектика. Да, его считают первым диалектиком Гераклита. Бухарину принадлежит указанию на социальную обусловленность философии Гераклита. Деборин или Деборин подчеркнул роль Гераклита как первого социолога. То есть, да, Гераклит фигура невероятно большая. Кто-то считает, что гиалектику основал Сократ, кто-то считает, что Платон. Но массы тоже, так сказать, в научной и философской мысли, они сводятся, что все-таки, скорее всего, это был Гераклит. Вот, на этом я заканчиваю. Сила в пролетарской правде. Субтитры сделал DimaTorzok